Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы сегодня о канале Ольга Уралочка Лайф, обсудим новый влог, меняем шторы на кухне. Сегодня рыбный день. Значит, Уралочка решила показать нам свое грязное белье, грязную одежду, в сумке. Видели, ребят, как она доставала свои тунички, футболочки, халатики, как они у нее в сумке были сложены, даже не сложены, а скомканы. И все это у нее стояло в ожидании рекламы, конечно же, изи-клин. Ну и как и говорили, что пока изи-клин не пришлют, Уралочка стирать не будет. Вы знаете, посмотрела я на эту буньку с изи-клином, и такой качественный, ребят, такой качественный, что вот никак она его не расходует. Как была бутылка полная, так она и осталась. Но эта бунька у нее для рекламы. Она понимает, что стирает она вообще от слова никак, да? Это жидкость, не пойми для чего. Но Уралочка положила в карман 25 тысяч, постирала, покричала очень-очень, ну прям супер, и на этом все. Понюхала белье, достала, развесила, и деньги есть, и белье чистое. Но наша хозяюшка аккуратненькая, очень умеет хорошо сумки складывать. Это просто ужас, прикиньте. Это так затолкать грязнющее барахло, и чтобы оно еще стояло несколько дней в сумке, воняло. И я, ребят, в шоке. Хотя, чего удивляться? Вы посмотрите на кухню уральскую. Вся грязная, вся забрызганная жиром. Там пылище кругом, там тысячи лет никто не убирал. Там газовая плита внизу настолько страшная, жирная, что там рядом стоять противно, у Дуни что там в мисках. Там на полу невозможно, наверное, пройти просто, потому что к ногам липнет тонна грязи. И Уралка, главное, наклепала клеенку на стол, да, поржала с Сафара, как он там по-русски неграмотно говорит. Правильно, Уралочка, правильно. А вообще вам обоим надо к репетитору по-русскому шуровать вместе с Абдугани, а потом заодно еще по-английскому, чтобы могли его учить. Значит, обстригает эту клеенку, стоит и говорит, будем шторы вешать. Замечательно. На грязнюхонькое окно, да, на немытые пыльные стены. Не будем уборку делать, когда-нибудь уберем, когда новую швабру пришлют. Развезем грязь, и на этом все. А сейчас, пока что, можно грязнюхонькие снять, навехонькие повесить. И неважно, бардак на кухне или нет, и так сойдет. Только в комментариях написали, что они не показывают, как Абдугани идет якобы из школы. И тут вуаля, пожалуйста, засняли как раз-таки, как он топает к подъезду. Интересно, ребят, правда же, почему у Абдугани нет чипа и ключей от квартиры? То есть ему нужно открывать дверь. Значит, ребят, стопудово не живут они вместе. Хотя, что я говорю, мы уже тысячу раз разбирали эту тему. Уже все по запчастям собрали все доказательства. И сейчас просто очередное, скажем так, доказательство. Ключей у пацана нет. Сарафан и тот у Уралки в сумке ключи берет. Ребенку не доверяют. Но нам зато рассказывают, что оставляют Абдугани поесть и оставляют его дома. Ну да, наверное, на замок закрывают, чтобы случайным образом куда не убежал. Сарафан, значит, уехал куда-то что-то там с колесом делать. Слушайте, все что-то с колесами не так в машине. Ну правильно, Уралка как присядет в машину, так там сразу с колесами беда. Значит, наложила она в тарелку перцы, Абдугани, сметанка, хлебушек. Ну и себе килечку посолониться, как говорит Уралочка. Ешь, Уралочка, килечку, ешь селедочку, ешь солененькую рыбку, да, кушай. Кушай, Уралочка. И с такими темпами вот-вот уже порискачет к тебе петух разноцветный. И прикиньте, сарафана нет, Уралочки раздолье. Присела не себя снимать, как она обсасывает кости и кильку смокчет, а снимает она Абдугани. Как тот ест, задает ему вопросы, обязательно надо пацана поснимать. Хочет, не хочет, неважно. Пусть отрабатывает ноутбук и телефон, да еще и репетиторов двух. Ну и, значит, говорит, разрезай, говорит, ты же сам перец не ешь, только начинку. А, говорит, в школе кормили, кормили, ел, ел, а что давали? А давали опять то же самое, говорит. Так что, вас каждый день одинаковым кормят? Нет, говорит Абдугани, я забыл. Прикиньте, только пришел со школы и уже забыл, что давали в школе поесть. Ну и дальше Уралочка принялась резать тюль. Значит, ну что ж, надо так надо. Надо же все-таки в грязную, пыльную, жирную кухню повесить новые шторы и тюль. И деловая какая. Раз-раз, сейчас все отрежу. А смотрю я, ребят, на ее руку, где часы. Ужас, без слез невозможно смотреть. Эти часы, такое чувство, что уже впились, вросли в ее кожу. Нафига они ей нужны? Уралочка, ты когда-нибудь расскажи, для чего тебе нужны часы? Что тебе в этих часах интересно? Время посмотреть? Или ты шаги считаешь? Так я не думаю, что вообще ты по этим часам что-то там контролируешь. Они тебе, наверное, нужны были, когда у меня увидела. И теперь она прям уж не может отлипнуть от них. Уралочка, ты сарафану заказывай Apple Watch. Гоже такой великой блохерица ходить с такими часами. Тем более, что ремешок-то по размеру найти не можешь. Они скоро у тебя застрянут, там в руке отколупывать придется. Эти, говорит, шторки, как Леон. Вешай да снимай, вешай да снимай. Нам-то чё? Ну да, Уралочка, если бы ты вешала и снимала, вешала и снимала. А, правда. А чё бы нет, Уралочка? Чё бы нет. Давай-ка, вешай и снимай, вешай и снимай. А мы только аплодировать будем. Но нет, ты их не будешь вешать и снимать. А вешать и снимать будет сарафан на побегушках. Началось. Снег убери, шторки повесь, сними, повесь, сними. И так далее. Ну а что, не только же камеру снимать. Шевелить надо булками. Нечего их расслаблять и зависать в телефоне. Ну и дальше Уралка показала результат. Ну, как обычно, ребят. Она даже тюль нормально повесить не может. До неё не доходит, что есть верёвочки, которые нужно потянуть и собрать. И только тогда вешать. А у неё, слушайте, как в старину. Сверху вот эта вот вся фигня выпячивает. Ну, шо сделаешь? У неё одежда вся старинная. И шторы, и тюль она по-старинному вешает. Что интересно, сейчас тюль и шторы всю грязь соберут со стен и снова придётся снимать и стирать. Как Сарафан сказал, захотим, другие закажем. Ну, конечно, вы у нас миллионеры. Только сказал, что нищие, а тут мы захотим, закажем. Ну да, захотим, поедем, ещё пять ящиков фруктов купим. Захотим, они у нас сгниют. А захотим, напишем подписчикам, они скажут, что делать. А захотим, опять поедем, сгоняем, купим. Короче, как всегда, тяп-ляп и готово. И не важно, что шторы короткие, тюль и ещё короче. Ребят, ну, на такое только способна Уралочка. Да, швея-мотористка, которая разбирается в моде, в интерьере. Ну, что здесь ещё можно, ребят, сказать? В этом и есть вся Уралочка. Новенькая, свеженькая. Новенькая, свеженькая, как раз-таки на грязь жирную и пыльную. Завалили рыбу, значит, дальше на стол. Уралка её почистила, помыла салфетками, обтёрла. И так она на столе лежит, на новой клеёнке. И Уралочка поясняет, что потом они стол помоют. Ничего страшного не случилось. Ну, конечно, Уралочка, мы, собственно, и не сомневались. У тебя всё моется. И вообще у тебя стол предназначен для всего. Для обуви, для грязных пакетов, для рыбы, для изи-клина. Грязнули она и в Африке, грязнуля. Дальше, значит, Уралочка говорит. Ну, вот тут пообрезали, что, говорит, на суп, что, засолить. И, говорит, сейчас вот возьмём и супчик сварим. И Сарафан приговаривает, что обожает этот супчик. Сарафан, ты же рыб боишься. Там глаза, там голова. Какой рыбный суп ты обожаешь? Что ты вообще можешь обожать? Ты же рыбу не любишь. Ну, только иногда филе селёдки или красненькую на бутербродах. Ну, а дальше Уралочка запела. И будет нам вкуснотища, и будет нам вкуснотища. Уралочка поёт. Когда видит еду, она начинает петь. Слушайте, может, она скоро у нас певицей станет. Смотрите, ребят, опять какие несостыковки. Сарафан срезает из второго куска там косточки, где-то какие-то там брюшки. Всё Уралки кидает как раз-таки на супчик. И при этом говорит, что а то если попадётся в косточка, значит, в рыбе, в бутерброде, это всё. Сарафан, а как ты суп будешь есть, а, рыбный, который ты обожаешь? Ты его есть не будешь. Там море косточек. Это же надо так врать. Это врёт уже и не краснеет, что якобы он так любит Уралкина хрючево, что прям балдеет. Ну, а дальше Уралочка уже начала сочинять, что Сафар хоть рыбку стал есть, и абдугани тоже. Прям рыбку едят все. Ну, попробуй тут красненькую-то рыбку и не поешь, правда же? Но я сомневаюсь, что Сарафан будет есть рыбный суп. То же самое и абдугани. Ну, и я сомневаюсь вообще, что абдугани будет солёную рыбу есть. Неважно, красную или не красную. И дальше Малаешка решила рассказать, кто голодный в семье. И что Сарафан кричит прям «жрать хочу», поэтому сразу делает тысячу дел. Не успела рыбу засолить, быстрее чистить картошку, потому что муж голодный. Уралочка, а как же твой девиз? Кормите своих любимых вкусной и домашней едой. Как же так получается? Еды нет, домашней еды нет. Только сырая. Куда всё пропало? Только сосисок в тесте делала. Неужели все уже улетучились? Готовила же суп-пюре, говорила. Будем два дня есть. Видать, суп-пюре не зашёл никому, кроме Уралочки. Либо прополоскала их конкретно. Бумагой же тоже запаслись. Слушайте, туалетной. Причём Сарафан говорил, что он любит так этот суп, то есть суп-пюре. А потом опять где-то проболтался, что себе готовишь. Сарафан всё любит. Ой, всё любит. Так сильно любит, что потом почему-то вдруг не ест. Я думаю, что суп негодящий получился. Ребят, ну что это за суп? Полторы бутылки молока плюс грибы и зажарка. Тут от такого супа с унитаза не слезешь. Вот я думаю, что Сарафана, скорее всего, пронесло, и он даже и не вспоминает про этот суп. А перцы доели, и всё, больше есть нечего. Уралка солонилась килькой, а Сарафану жрать подавай быстрей. Я вообще не представляю, как он сейчас будет ещё этот суп есть. А дальше, слушайте, полоумные устроили ржач по поводу воды. Уралка пояснила, что у неё тоненькая струйка воды. А то сейчас, говорите, опять якобы писать, что израсходую всю воду. И за кадром Сарафан ржёт. Ну, правильно, наживался и ржёт. Ему смешно. Ему вечно смешно. Ну и также Уралка тоже без дела. Они ж любители поугарать, да? Ржите, ржите, да ржётесь, что канал опустится на такое дно. Точно такими же темпами, как вы поднялись в гору, точно так же и рухнете. Вот тогда уж будете плакать. А пока ржите! И петухов ждите. Я вот не понимаю, для чего у неё льётся вода. Она стоит в умывальнике. Это чтобы её не включать и не выключать. Значит, когда она моет картошку, она чистит в умывальник, сваливает все эти очистки и льётся вода. А что нельзя почистить картошку, а потом уже включить воду и её перемыть. Это, вы знаете, от лени. Это просто от лени. И она никогда ни о чём не задумывается. Ей плевать. Есть вода и хорошо. А сколько её можно лить и нужно лить? Уралочки по барабану. Дальше Уралочка засаливает рыбу. Сарафан комментирует. Рыба такой жирный. Точно такой же, как и твоя Уралочка. Точно такой же, как и ты, Сарафан. Вы все одинаковые. И рыбу даже жирный покупаете. И дальше быстрей, быстрей, быстрей. Муж голодный. Срочным образом надо варить суп. А Сарафан тем временем чипсами голод успокаивает. Представляете? Чипсами. Всякой дрянью, гадостью. А потом у него и десна болят. Потом у него живот болит. Потом его тошнит. Ай да молодцы. Питание идеальное. Наберут, слушайте, всякой дряни в магазине. А потом стонут. Знаете, тут уже обоим петухов приходится ждать. Потому что, как посмотришь, что они жрут, ребят, волосы дыбом становятся. Дальше наша диетчица заговорила о пищевых извращениях. Представляете? Говорит яичница с копченой колбасой. Это прям извращение. Серьезно, Уралочка. Ну уж мы можем и о твоих извращениях порассуждать о твоей еде извращенной, о твоем извращенном аппетите. А то, слушайте, она даже такое слово узнала. Хотя, как узнала, у Ралочки, наверное, знакомо такое слово, как извращенный аппетит и извращенное, ну, кое-что другое. Ну, тут можно сказать мышление, да. Слушайте, а сарафан это с какого перепугу называет тюль стрингами? Сарафан, ты даже в курсе, что такое стринги? А кто у вас там стринги-то носит, а? Ты, аль, Уралочка? Чего-то мы, наверное, не знаем. Раз ты прекрасно знаешь, что такое стринги, значит, где-то на ком-то видел. Подальше Уралочка размечталась, что еще бы рюмашечку водочки, да, в уху вылить. И разные сорта рыб надо. Ну, и сарафан говорит, сейчас опять скажут, что ты пьешь. А что говорит-то? Мы что, слепые, сарафан? Мы что, не видим Уралочку? Сам показываешь ее постоянно пьянехонькую, просто в стельку. А потом что-то там за кадром еще и вопишь. Дальше, ребят, Уралка призналась, почему на отдыхе, видимо, они такие чумные оба были. Блюда, говорит, там были диетические. То есть нажраться они там оба не могли. Вот и вся правда. Правда про отдых. Почему они были такие невеселые, почему были без настроения. А оказывается, потому что там еда диетическая и постоянно хочется есть. А теперь они дома и они счастливы. Жри сколько хочешь и когда хочешь. Без всякого режима. Вот, ребят, Уралка говорит про диету, что все блюда не жареные, на пару, диетические. Так это для нее должно быть счастьем. И сидеть ей бы на таком питании долго-долго. Но нет. Поэтому их там и не устроило. Приперлись домой. И посмотрите, они ржут бесконечно. Уралка песни поет на кухне. Наконец-таки жрачка. Много жрачки. Наконец-таки магазины и закупки. И жрем, спим и спускаем в унитаз. И вечно они, ребят, как с голодного края. Суп тут доваривается. Можно этим супом наесться от души. Ведь полезно. Рыба. Ну, картошка-то не полезна. Лук. Морковка. Хотя морковки, по-моему, там не было. Правда же, только картошка и лук. Ешь не хочу. Но сарафану еще срочно нужны были макароны. С грудкой, морковкой, лучком и горошком. Рассмотрел он там всю рецептуру на коробке. Это же надо быть такими голодными, чтобы мечтать о еде просто до бесконечности. Как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Точно так же и здесь. Сарафан пришел со сковородкой. И результат – огромный требух. Такой же голодный стал, как и Уралочка. И заталкивает в рот, слушайте, все, что не приколочено. Где-то на тридцать девятой минуте какие-то странные детские голоса были слышны. Но хотя Уралка сказала, что батареи там у них прям зашкаливают, и она открывала окно, возможно, как раз-таки это и шум из окна был. Ну, а возможно, не из окна. Возможно, у Уралки гости, а возможно, не только гости, а еще и жители какие-нибудь. Вы знаете, я уже ничему не удивлюсь. Ну, и уже в самом конце Уралка включила учительницу. Абдугани какие-то листочки принес, непонятно какие. И Уралка, сейчас, сейчас, все мы разберем. Сейчас мы с тобой все сделаем. Только подожди, мы сначала пожрем, а потом будем уроки делать. Ну, надо же было сделать такое показательное представление, что Уралочка не только повариха, она еще и учительница. Ну, а дальше, ребят, в конце Уралка запела Моргенштейна. Представляете, Сарафан сказал, не называй, он инагент. Чё-то, Сарафан, ты вообще не задумывался, когда возле русской православной церкви ты врубал, вернее, накладывал музыку, где кадры православной церкви, и пел украинский хор, чё-то тебя это как-то не заморочило. А тут ты решил Уралочке рот закрыть. Ну, и самый конец видео. Там уже идет все по полной. Рыбу доставала Уралка из кастрюли. Абдугани вздрогнул и понеслось. Ржали оба с него, как потерпевшие. Но, вы знаете, ребят, я уже ничему не удивляюсь. Я уже, знаете, перестала удивляться вот этому трошняку, который вижу у них на канале в отношении пацана. И Уралка наливает, значит, дальше порции. И Абдугани говорит, я рыбу не буду, что и требовалось доказать. Но Сарафан сказал, косточки выберет, чтобы Абдугани поел немножко. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока.